Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня в обзоре посылка с интернет-магазина Фиора. Всегда беру у Фиора вот такие вот салфетки. Они жесткие, с них не лезут ворсинки. Вот с того момента, как я стала использовать эти салфетки, я забыла о волосинках на ногтях во время покрытия. Также заказала гель в оттенке номер 20, но сегодня он нам не понадобится. Еще взяла штампик. Я в последнее время делаю часто стемпинги. И в моем штампе, который у меня есть, дно закрыто, то есть оно не просвечивается. А когда отпечатываем рисунок штампиком, то очень удобно, чтобы дно было открыто и видно было, куда мы прикладываем наш рисунок, куда мы прикладываем штамп. Вот, например, я этим штампиком уже делала стемпинг. Отлично отпечатывает, отлично переносит рисунок. Однозначно рекомендую, смело можете заказывать. Также заказала типсы, они всегда нужны. В этот раз взяла типс побольше. Все овальные. Взяла молочные и прозрачные. На молочных мне нравится отрабатывать дизайны, а прозрачные взяла для выкраски, чтобы показывать плотность оттенков. Обычные стандартные типсы, по 50 штук в наборе, но цена очень приятная. Ну и сами материалы. Я заказала базу, моя уже заканчивается. Мне очень нравится база у Фиора. Она средней консистенции, она вязкая, она хорошо наносится на ногтевую пластину, отлично самовыравнивается и замечательно носится. Также взяла белый гель-лак. Нравится мне белый гель-лак от Фиора. Он прям вот идеально белый и наносится достаточно плотным слоем. Я прям вытираю гель-лак с кисти от типсу и все равно получается плотное, укрывистое, ровное покрытие без проплешин. Ну и посмотрим на другие оттенки, которые я сегодня заказала. Первый это номер 048. Это такой какой-то грязноватый зеленый оттенок, серо-зеленый я бы сказала. Зеленый с добавлением небольшого количества серого оттенка. Вот такой вот еще заказала, называется серое небо. Это один из моих любимых оттенков у Фиоры. Не первый флакончик, я уже беру номер 89. Очень красивый серый оттенок, напоминает действительно такое вот грозовое летнее небо. Номер 83. Очень плотный оттенок, очень легко наносится. Неимоверно легко работать с гель-лаками этой торговой марки. Смотрите, оттенок светлый, но как плотно он укрывает типсу. Типсы прозрачные, но абсолютно ничего не просвечивается. Гель-лак ложится плотным укрывистым слоем. Куда же без блесточек. У меня номер 579. Напоминает жидкая слюда или вот фольга мелко-мелко порванная. В основном такие блесточки идут в баночки, а у Фиоры идут во флакончики. И неончик я готовлюсь уже к лету, обновляю свою коллекцию неоновых гель-лаков. Это вот такое вот что-то среднее между лаймом и лимоном. Вот так вот смотрятся эти блестки. Неимоверно красиво, очень блестит. Камера не передает всего блеска. И здесь есть как серебристый оттенок, так и сиреневый. Блестки переливаются от серебра к сиреневому оттенку. Вот все мои новиночки сегодня. А ссылку на интернет-магазин Фиора оставлю для вас в описании, прям под этим видео. Работайте качественными материалами, как настоящие профессионалы. А я приступаю к работе. И сегодня у меня в работе вот такие ручки. На первый взгляд ногти смотрятся ничего себе так, более-менее аккуратно. Это моя клиентка, но она поехала в Москву к подруге. А у той подруги еще одна подруга, которая начала заниматься маникюром. Отучилась буквально две недели назад. И училась она именно на моделирование верхними формами. Собственно, и эта работа выполнена тоже с помощью верхних форм. Это очень удобно, так как смотрите, какая ровная, идеальная получается поверхность. Здесь почему-то не убрал мастер материал, который вылез по бокам. Это хорошо заметно. Конечно же, это клиентку раздражает. Она хочет подцепить, хочет убрать вот этот вылезший материал. И начинает постепенно отрывать покрытие от ногтя в боках. Также очень толстый торец. Вот такое чувство, как будто она приложила форму. Полигель, естественно, немного вытек. И такая немного плюшка получилась от натурального ногтя к торцу. И почему-то вот эту вот плюшку она не убрала. Уверена на 100% не могли на курсах не сказать, что это все дело нужно выпиливать. Почему предыдущий мастер это все не выпилил, я не знаю, не могу сказать. Но моя клиентка говорит, что, конечно же, в первые несколько дней ее раздражала эта толщина. Она прям чувствовалась. Но сейчас она с покрытием ходит 8 дней. И говорит, уже абсолютно привыкла к толстым торцам. Но к тому, что материал вылез по бокам, к этому, говорит, привыкнуть невозможно. Хочется постоянно подцеплять или кусачками срезать, или пилкой спилить, или сама постоянно подцеплять. В общем, все эти мелкие недосчеты, конечно же, нужно убирать. Ну, а так в целом ногти смотрятся ровными. На правой руке ноготь указателем пальца самый короткий оказался. И сегодня буду ровнять все ногти по этому пальцу. Так что убираю немного длину до уровня ногтя на указателем пальце левой руки. И снимаю старый материал. Конечно же, убираю материал по бокам, которые вылез из-под формы. Сразу видны вот отслойки. То есть, клиентка ходит с покрытием 8 дней, а по бокам уже есть отслойки. То есть, она с этим покрытием не доходит 4 недели или месяц, как привыкли наши клиенты. Собственно, снимаю основную массу материала. Снимаю до тонкой подложки. До натурального ногтя я не допиливаюсь. Но обязательно нужно убрать все отслойки, обязательно нужно убрать все пустоты. Если я оставлю хотя бы одну малюсенькую отслойку, новый материал в этом месте также потом даст отслойку. Конечно же, выпиливаю всю толщину снизу, оставляю тоненький ноготок. И теперь пилочкой придаю форму свободному краю, точек в рост и скругляю, выравниваю, делаю торец ровным и симметричным. Я прошла пилкой по поверхности, убрала глянец отросшей части ногтевой пластины и убрала остатки от слой, которые не удалось подцепить фрезой. Далее пушером отодвигаю кутикулу, открываю под кутикульный карман и фрезой выполняю маникюр. Маникюр стандартный, ничего сложного нет. Маникюр здесь выполнялся буквально 8 дней назад, ничего такого критичного здесь не наросло. Поэтому чисто символически фрезой прохожу по ногтевой пластине, убираю остатки птеригия и приподнимаю кутикулу для среза. Все те же самые действия, только на реверсе и с правой стороны. Продолжение следует... кутикула особо не наросла здесь практически нет фрезой шар шлифую уголочки выбираю там огрубелости и также прохожу фрезой по той части кутикулы которую мне удалось приподнять счищаю и шлифую кожу хорошенько везде убираю пыль и видать обезжириватель охладил ногти охладил покрытие и смотрите какие желтые стали торцы клиентка говорит что никаким гель-лаком ей ногти не покрывали она говорит мастер выдавил полигель форму приложил к ногтю и покрыл топом то есть получается по логике вещей что тот полигель был термо полигель и он в зависимости от температуры меняет свой цвет но я наношу на подготовленные ногти праймер отлично работает он работает как двухсторонний скотч хорошо соединяет ногтевую пластину с базой благодаря этому покрытие носится без отслоя ну и далее конечно же каучуковая база от фиора я наношу ее первым тонким слоем это грунтовочный слой я втираю базу в поверхность ногтя особое внимание уделяю зоне у кутикулы где у меня открылся натуральный ноготь но и теперь укрепление укреплять буду этой же базой опять наношу базу тоненьким слоем по всей поверхности это подложка по которой выравнивающая капелька будет быстрее растекаться не просушивая подложку ставлю капельку базы в зоне апекса и распределяю по поверхности бочком кисточки стягиваю базу к бокам к торцу в общем распределяю материал по поверхности тоненькой кисточкой подвожу к кутикуле к бокам хорошо везде выравниваю и обязательно переворачиваю руку ногтем вниз что укрепление гелем базы у меня ничем не отличается техника тоже материал стекает с боков в центр получается красивый ровный ноготок вот такие ногти получились ровные красивые нигде ничего не вылезло материал не затек клиентке просто не за что будет подцепиться и ничего ее раздражать в покрытии не будет она выбрала оттенок под номером 083 у нее весенняя куртка такого же оттенка поэтому с выбором цвета сегодня проблем не было наношу этот цвет на все ногти на втором слое хорошенько везде прокрашиваю и выравниваю цвету кутикулу чтобы при отрастании была ровная красивая линия сняла липкий слой из гель-лака и в качестве дизайна у нас сегодня будет геометрия у него мы у Добавляю в дизайн новые блестки, которые сегодня были в выкраске. Конечно же, геометрия с блестками смотрится по-особому ярко. Наношу блестки тоненькой кисточкой. Большую капельку не беру, так как потом достаточно проблематично будет распределить вот эти вот частички в той зоне, где я запланировала их наносить. Поэтому по чуть-чуть тоненькой кисточкой аккуратненько распределяю, наношу блестки там, где мне нужно. И последний этап это покрытие топом. У меня топ без липкого слоя от Фиора. Этим топом пользуюсь давно. Вот каучуковая база и топ без липкого слоя это просто незаменимые мои помощники и сотрудники в плане покрытия. И вот такой маникюрчик у нас получился. Конечно же, геометрия всегда смотрится по-особому, стильно. И плюс еще блесточки разбавляют дизайн, добавляют ему яркости и контраста. Напоминаю, ссылка на интернет-магазин Фиора будет в описании прямо под этим видео. А сейчас на сайте акция. При покупке трех цветных гель-лаков еще один гель-лак будет в подарок. Условия акции будут в описании прямо под этим видео. Ну а я надеюсь, вам было со мной интересно. Если это так, жду от вас лайк. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Впереди много интересных видео. Ну а на сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok